Здравствуйте, ребята! Темой сегодняшнего нашего занятия является Агропромышленный комплекс России. Что такое агропромышленный комплекс? Это совокупность взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства, участвующих в производстве, переработке, хранении сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя. В состав агропромышленного комплекса входит три взаимосвязанных звена. Первое звено – это отрасли, обслуживающие сельское хозяйство, в первую очередь отрасли промышленности, но и отрасли сферы услуг. Второе звено – сельское хозяйство, включающие две основные отрасли – земледелие и животноводство. И третье звено – это отрасли, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства. Познакомимся с каждым из этих звеньев. Первое звено – отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. К ним относятся сельскохозяйственное машиностроение, тракторостроение, производство минеральных удобрений, яда химикатов, биокормов, сельскохозяйственная наука, подготовка кадров, а значит образование, строительство, транспорт, производство горючего, смадочных масел, производство тары и многие другие. От того, насколько развито первое звено, какую продукцию оно поставит сельскому хозяйству, будет зависеть производительность труда в сельском хозяйстве и качество производимой продукции. Давайте познакомимся с географией первого звена на примере нескольких отраслей. Сельскохозяйственное машиностроение. Напомню, что главный фактор формирования центров сельскохозяйственного машиностроения является тяготение к районам потребления продукции, то есть к районам развитого сельского хозяйства. Поэтому все крупнейшие центры сельскохозяйственного машиностроения, расположены в центральной и южной частях европейской части России и по югу Западной Сибири. Производство минеральных удобрений крупнейшими центрами являются Кингисеп в Ленинградской области, Саикамск и Бейзники в Пермском крае, Воскресент в Московской области. И достаточно большое количество центров о производстве минеральных удобрений находятся в южных районах у потребителя на ввозимом цирье. Второе звено – сельское хозяйство. Оно включает две отрасли – растениеводство и животноводство. Итак, почва и агроклиматические ресурсы, к которым относятся и солнечная радиация, определяющая достаточное или недостаточное количество тепла для развития культурных растений, и достаточное или недостаточное увлажнение, земледелие, почва – все это факторы, определяющие развитие земледелия и его отраслевого состава. Земледелие производит корма для животных – сила, сено, отходы земледелия и зерно. От кормовой базы, которую производит земледелие, зависит развитие животноводства и выбор его отраслевого состава. Эта логическая цепочка начинается именно с почвенных и агроклиматических ресурсов, которые, как вы знаете, имеют четко выраженное зональное размещение. То есть в каждой природной зоне характерна своя почва, свои климатические условия и ресурсы. Поэтому и сельское хозяйство носит четко выраженную зональную специализацию. Посмотрите на карту. Она вам может напомнить карту природных зон, но нет, это карта агропромышленного комплекса. Но в каждой природной зоне соответствует свой набор отраслей сельского хозяйства. Зона тундры – оленеводство, зона тайги – молочное скотоводство, зона смешанных лесов с соответствующими этой природной зоной отраслями сельского хозяйства, зона лесостепей, степей, зона субтропиков, отраслевая структура земледелия. Я буду называть только те отрасли, только те культуры сельсхозяйственные, которые возделываются на территории нашей страны. Зерновые – пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, рис. Сахароносные – сахарная свекла, масличный – подсолнечник, технический – лен, бахчевые – дыни, арбузы, картофель, кормовые – турнепс, тонизирующий – чай, овощеводство – капуста, морковь, томаты, садоводство и виноградовство. Отраслевая структура животноводства зависит от кормовой базы. Молочное скотоводство. Его можно называть там, где есть сочные корма. Для того, чтобы корова нагуляла молоко, необходимо ее кормить сочными кормами. Мясное скотоводство. Кормовая база – сухие травы и сено. Свиноводство. Кормовой базой являются отходы овощеводства, пищевые отходы больших городов, птицеводство – кормовая база зерно, овцеводство – растительность полупустынных пастбищ, ну и оленеводство – это ягельные пастбища. Посмотрите на географию животноводства России. Зона тундры – ягельные пастбища, оленеводство. Зона тайги с заливными лугами, с сочными травами – это молочное скотоводство. Зона степей, лесостепей – это мясомолочное скотоводство. Птицеводство, так как зерновая зона. Зона смешанных лесов – это свиноводство, так как на отходах овощеводство и садоводство развивается эта отрасль. Третье звено – хранение, переработка, общественное питание. Остановимся на переработке сельсхозяйственной продукции. Она представлена пищевой и легкой промышленности – текстильной, кожевинно-обулной. Остановимся на пищевой промышленности. В этой таблице названы отрасли пищевой промышленности, сырье, которое они используют, и продукция, которую они производят. Мука мольнокрупенная – сырьем является зерно, продукция – крупы и мука. Мясное – сырье, мясо. Продукция – мясные и колбасные изделия. Масловое и нажировое – сырье кукуруза, подсолнечник, горчица, лен. Продукция – растительное масло. Молочное и масло – сыродельное. Сырьем является молоко. Продукция – молочные продукты. Животное масло, то есть сливочное – сыр. Сахарное – сахарное, свопло-сахар. Консервные – фрукты и овощи. Продукция – овощные и фруктовые консервы. Виноделие – вино получают из винограда. Ну и чайный лист – это сырье для производства чая. Размещение предприятий пищевой промышленности. Большая часть предприятий пищевой промышленности расположена в районах производства сельскохозяйственного сырья, так как сырье это может быть скоропортящимся, или же для производства продуктов питания уходит большое количество сельскохозяйственного сырья. И второй фактор – это в районах потребления продукции. Три отрасли – мукомольно-крупяная, мясная и молочная – могут замещаться как в районах производства сельскохозяйственного сырья, так и в районах потребления продукции. Потому что зерно можно привезти в районы потребления, мясо можно привезти в рефрижератор, молоко можно привезти в сухом виде и восстановить его. В районах производства сельскохозяйственного сырья всегда располагаются предприятия по производству растительного масла, маслобойно-жировое, масло сыродельное, сахарное, консервное, виноделие и чайное. В районах потребления продукции всегда расположены хлебопекарное, кондитерское, чайразвесочное. Вам предстоит выполнить практическую работу по характеристике агропромышленного комплекса одной территории на выбор. Вы будете характеризовать только второе и третье звенья. Варианты. Вы можете выбрать любой. Псковская область, Воронежская и Ростовская. Здесь указаны карты Батлас, экономические, на которых вы найдете территорию рассматривающих областей. Посмотрите. Я на карте выделила эти территории. Это Псковская область, это Воронежская и это Ростовская. Познакомимся с планом выполнения работы. Первое. Назвать рассматриваемую территорию и природную зону, в которой она расположена. Для этого вам нужно сопоставить карты в Атласе, страница 8.9, федеративное устройство, и карту 20, природные зоны. Второе. Назвать сельсхозяйственные ресурсы этой природной зоны, почва, сумма активных температур, коэффициент увлажнения. В учебнике на странице 242 вы найдете таблицу, где даны все эти данные для каждой природной зоны. Если вы правильно определите природную зону, значит вы правильно определите и сельсхозяйственные ресурсы, рассматриваемые территорией. Третье. Назовите отрасли земледелия. Они названы в учебнике, в той же самой таблице на странице 242, но кроме этого обязательно используйте экономическую карту, рассматриваемые территорией. Аналогичная работа по животноводству. И пятый пункт. Предположите, какие отрасли пищевой промышленности могут развиваться на этой территории с использованием собственного сырья. Для этого используйте таблицу, которую мы с вами рассмотрели, по пищевой промышленности, сырью, которую она использует, и продукции, которую она производит. Я хочу вам показать, как можно выполнить эту работу, образец выполнения такой работы, на примере Рязанской области. Страница 48 в Атласе. Первое, с чего я начала, я открыла страницу 8.9 федеративного устройства, нашла Рязанскую область, и затем открыла страницу 20 и сопоставила ее к предыдущей карте. И выяснила, что Рязанская область расположена в зоне смешанных лесов. Второй пункт плана. Сельхозяйственные ресурсы. Я открыла страницу 10.42 в учебнике, нашла в этой таблице «Смешанные леса» и выписала оттуда сельхозяйственные ресурсы. Почва дырного подолистые, сумма активных температур 1600-2200, коэффициент увлажнения, больше единиц 1,1,2. Третий пункт плана. Отрасли земледелия. Можно воспользоваться таблицей в учебнике, но кроме таблицы в учебнике, я рекомендую вам воспользоваться экономической картой. Вот я открыла экономическую карту. Вот Рязань, вот Рязанская область. Я вижу, что территория окрашена фиолетовый цвет. Читаю. Фоновая окраска нам рассказывает о сельсхозяйственной специализации. Молочное и молочное мясное скотоводство, лен, зерновые культуры, рожь, пшеница, овес, картофель, свиноводство. Значит, все это я могу выписать в третий пункт. Пшеница, рожь, гречиха, картофель, сахарная свекла, лен, овощи, фрукты. Отрасль животноводства. Источники информации те же самые. Молочное мясное скотоводство, свиноводство. Пищевая промышленность на собственном сырье. Если здесь воздействует пшеница и рожь, гречиха, значит, это сырье для мукомольно-крупенной промышленности. Сахарная свекла, сырье для сахарной. Овощеводство и садоводство, это сырье для консервной. Молочное скотоводство производит сырье молоко для молочной массы сыродельной. И молочное мясное скотоводство и свиноводство, это дают сырье для мясной промышленности. Надеюсь, что эта презентация, те источники информации, которые я вам предложила, позволят вам успешно справиться с предложенной работой. Желаю удачи! Спасибо. Спасибо.